Всем привет! Меня зовут Роман Кириллович, это French TV Stories. Сегодня я поделюсь своими впечатлениями об интервью с Сергеем Полонским. Расскажу о квартирнике French TV, о безумной неделе интервью, которая у меня была совсем недавно. Разыграем кучу призов. Ну и в общем, будет много полезной информации, поэтому, как говорится, не переключайтесь. Если вы, как и я, тоже едете в офис, то, пожалуйста, все внимание на дорогу. Поехали! Сергей Полонский, что это вообще было? Почему мы это выложили? О чем мы вообще думали? Почему интервью получилось таким плохим? Обо всем, друзья, по порядку. Если вы вдруг еще не смотрели интервью с Сергеем Полонским, которое мы выложили на прошлой неделе, лучше сейчас это сделайте, а потом уже послушайте мои впечатления. Я специально, кстати, в то интервью не вкладывал никакие свои выводы, не записывал предисловия и так далее, потому что мне хотелось это сделать, вот как оно было, так было, вот выложить в чистом виде. И понятно, что интервью получилось ужасным, но для чего я это сделал? У меня же было три варианта, я мог бы все это выкинуть в мусорник, записанное интервью, я мог бы вырезать оттуда все эмоциональные моменты, которые там были наши с Сергеем, скажем так, привлекания, вот все это, все это выкинуть, оставить только про акционеров, про защиту бизнеса и прочее, прочее. И сказать, так вот, ребята, у нас было 10 минут с Сергеем Полонским, вот все, что успели, записали. И в целом это было бы очередное прессное интервью с Сергеем Полонским, которых в интернете много. Но я хотел сделать нечто особенное, потому что Сергей, мне кажется, очень крутой чувак, но он, скажем так, как бизнес-лиосов, он довольно примитивен, поэтому слушать его размышления о бизнесе и о жизни, ну, очень скучно, если честно. Мы посмотрели, когда готовились к интервью, мы, я имею в виду, нашу дорогую редакцию, меня и редактора Андрея Ольшевского, так вот, мы посмотрели, ну, очень много интервью за последнее время, которое Сергей раздавать успел после отсидки, и почитали прессу, но встретили просто нашего старого доброго друга Юрия Антонова. Мы так называем в редакции спикеров, которые постоянно говорят одно и то же, повторяют одну и то же песню, повторяют одну и то же фразу, кусок предложения, мысль, умозаключение и так далее, и так далее. И, ну, у Сергея Полонского этого много. Я хочу сказать, что Юрий Антонов живет в каждом из нас. Любой, кто выступает, кто постоянно дает интервью, он повторяется, это неизбежно, да, но кто-то меньше, кто-то больше, и Сергей, к сожалению, больше. Поэтому мне хотелось его в первую очередь раскрутить на какую-то историю, потому что мне кажется, он прикольный чувак, он любит угорать, он любит развлекаться, и то, что было на Камбодже, мне кажется, стало следствием его веселого поведения, поэтому именно об этом я и хотел поговорить, но Сергей, видимо, был не готов. У меня спрашивают, почему, Роман, ты задал вопрос про Камбоджу первым? Разве ты не знаешь, разве ты не смотрел лекцию Юрия Дудя, которая рассказывает о том, что первый вопрос должен быть максимально мягким, чтобы войти в контакт со своим спикером и дальше уже переходить постепенно к более острым вопросам. Почему ты так сделал? Друзья, я, разумеется, и лекцию смотрел, и вообще это основы журналистики, да, то есть я журналист, поэтому я в курсе, да, что первые вопросы, они должны быть, ну, какие-то особенные. Если вы посмотрите другие мои интервью, то вы поймете, как это обычно у меня происходит. Но тут, как говорится, я решил рискнуть. Вопрос про Камбоджу я поставил осознанно. Первым, потому что я хотел, ну, как бы сразу показать, что это будет нестандартное интервью про энергетику предпринимателей, про три единства башни федерации, прочую чепуху, которую Сергей обычно любит заученным текстом рассказывать. То есть я хотел с ним поговорить, вывести его на новые смыслы, на новые тексты. В итоге, кстати, это получилось. Пусть интервью вышло отвратительное, но выпуск получился, ну, хайповый, кто-то получил эмоцию, кому-то, видимо, нужны эти отрицательные эмоции. И Сергей в целом говорил о вещах, которые он раньше все-таки не обсуждал. Например, про акционеров я не слышал, чтобы он раньше об этом говорил. Поэтому именно эта тема вызвала наибольшее обсуждение, и это круто. Ну, если уже вспоминать снова Дудя, ссылку на которого мне часто давали. Лекция, кстати, называется «Как разговорить дерево». Я вам крайне рекомендую ее посмотреть, вне зависимости от того, что он на листу или нет. Для блогеров будет очень полезно. Так вот, в этой лекции он говорит одну интересную мысль, на которую, кстати, никто не обратил внимания. Это то, что журналист не обязан, не должен победить своего собеседника. То есть он не должен выиграть интервью. Наоборот, если он его в глазах зрителя проиграл, как это, видимо, было у меня, по мнению некоторых зрителей, то тем лучше спикер раскрылся, он показал себя с новой стороны, он дал эмоцию, и его сторонники, разумеется, были крайне счастливы, что он сумел уделать журналиста. У меня вообще не было задачи, кстати, его разматывать. Я же не дядюшка Че, который любит этим заниматься на своих интервью. То есть у этого есть определенный зритель, у этого есть, соответственно, интервьюеры. Я понял после интервью с Сергеем Полонским, что это не мой жанр. Мне не интересно давать отрицательные эмоции. Мне интересно дать положительные, и самое главное, полезные, как это у нас происходит, эмоции, знания. То есть именно так мы дальше будем делать. То есть если вы смотрели предыдущие интервью Франш ТВ, вот все дальше так и будет. То есть не будет больше Сергеев Полонских, не будет больше, я надеюсь, эмоционально нестабильных спикеров других. Поэтому все будет как раньше, не переживайте. Но хоть это грустно, я вам расскажу вам лучше о квартирнике Франш ТВ, который у нас прошел в июле. Это было мероприятие, где мы собрали подписчиков, друзей канала, весело провели время, пообщались, услышали интересных спикеров, получили новые знакомства, вкусно поели, попили и так далее. Это было такое, знаете, домашнее мероприятие, домашняя атмосфера. Мы вообще не сильно опытные организаторы различных ивентов. Собственно, это и не был ивент. Мы не делали мероприятие для заработка. У нас был входной билет 200 гривен, это 8 долларов примерно. И за эти деньги мы предложили очень многое. Самое главное, нам удалось найти классное место, идеально подходящее для нашего формата. Это порядка 120 человек, чтобы поместилось. И при этом все было очень уютно, по-домашнему, классно. И вот креативный квартал нам в этом очень помог. Прекрасное место в центре города с шикарным видом на Киев. В общем, друзья, это идеальное место для проведения подобных мероприятий. Мы очень благодарны нашему партнеру за то, что приютил нас 13 июля в пятницу. Ну, а теперь давайте посмотрим, как это все происходило. Твой личный бренд начинает немножко тебя формировать, а он чуть-чуть лучше, чем я есть на самом деле. И поэтому я становлюсь чуть-чуть решительнее, чуть добрее, чуть мудрее. Я могу подтвердить, зрители канала стали отмечать, что я худею. И хотя это не так, мне пришлось начать худеть. СМИ классические, и соцсети, и коллаборации работают сильно лучше, чем реклама веб-борту. То есть надо не просто делать контент, надо его перепаковывать. То есть вы там из видео можете сделать вывеску, из видео сделать статью, из статьи сделать подкаст, из выступления выложить презентацию, выложить отдельно ключевые мысли, как Esquart пишет, 10 принципов жизни, X, да, например. И вот это надо делать постоянно, потому что сам контент качественный, он сейчас потонет. Дин, когда ты проснулся популярным? Популярным я не знаю, когда проснулся, но я помню четко, когда я понял, что нужно это делать, ровно в тот момент, когда ты знаешь, что тебе нет бабла, для того, чтобы платить деньги за рекламу, или за что-то, за какую-то коммуникацию, и ты просто вывезти, делать это сам. То есть иногда хочется более жестко задать вопрос, более правдиво, более по-настоящему. Мне кажется, вот этого немножко в Ютюбе не хватает, потому что стратегия следующая. Хочешь большие массы, нужно быть со всеми толерантным, хотя с другой стороны, Дудь показал, что можно быть в меру толерантным получить большие массы. Возможно, если у вас еще нет сейчас определенности, конкретно что именно вы хотите привести в этот мир своими идеями, то когда вы начнете, это появится, и я вас уверяю, что бы вы ни транслировали, какого качества не был бы у вас контент, у вас всегда будут те, кто будут от вас кайфовать, и которым будет ваша идея близки резонировать, и те, кто будут вас ненавидеть. В первом случае это будет как минимум мама, а хейтер найдется тоже. Кстати, в день проведения квартирника 13 июля у Димы Борисова родился сын Илья, но он все равно был с нами в этот вечер, и мы, разумеется, от всей души его поздравили. У нас вряд ли бы что-то получилось, если бы не поддержка наших друзей, партнеров, в частности, креативного квартала, я уже говорил, ребята, вам большой респект, львовские круассаны, которые кормили нас вкуснейшими круассанами, весь вечер, было безумно приятно вкусно, ребята, кстати, продают франшизу, поэтому, если вы хотите открыть свою точку по продаже вкуснейших круассанов, срочно бедите по ссылочке в описании. Компания Фрешуайн, собственно, Вадим Бортник, владелец компании, был спикером, ну и угощал всех гостей квартирника вкуснейшими сэндвичами, чтобы, ну, еды было много, самый разный, кто-то круассанчик съел, кто-то сэндвич, причем никто не остался голодным, поэтому, ребят, вам тоже большое спасибо, Саша Шверк, вся команда Фрешуайн, вы молодцы. Не могу не отметить наших друзей-ремесленников, Витя Щеркин, лесовая ферма, который весь вечер угощал нас ремесленным сыром и хлебом, он привез его в термобоксах за 300 километров специально на квартирник, представляете? Ну и, конечно же, Инесса Бенозон Шоколотье, которая всю ночь делала для гостей квартирника крафтовые, ручные конфетки, которые разлетелись практически сразу. Спасибо тебе большое, Инесса, и вообще всем партнерам и друзьям, нашим, Диме Борисову, Вадику Бортнику, Креативного квартала. Еще раз большой респект. Кстати, я записал интервью с Ильей Кенигштейном, это совладелец Креативного квартала. Я о нем раньше так не слышал, но оказалось, что это очень крутой чувак. Он, собственно, благодаря его усилиям, его активности, 3G когда-то появился на украинском рынке в 2014 году. То есть это человек, благодаря которому люди смогли наконец-то постить котиков и свою еду в Инстаграм. Когда у тебя постоянно есть угроза, когда ты фактически с рождения, как шутят о том, что израильтянки научились рожать детей с винтовками М-16 в руках, то есть когда у тебя постоянное ощущение от того, что у тебя напряг такой, ты умеешь, учишься расслабляться в этом состоянии. Тяжело подобрать какое-то сравнение, то есть как бы, ну вот представь себе, что ты вот в жопу бухой спишь на кране. То есть ты с одной стороны как бы ничего не можешь делать, потому что ты в жопу бухой, а с другой стороны у тебя стрём такой пьяный, то есть чтобы не упасть, балансируешь. Это я так плавно перехожу сейчас к неделе интервью, которая у меня собственно началась с Ильи Кенигштейна, на следующий день я записал интервью с Сашей Пиданом, это известный украинский телеведущий, очень классное получилось интервью, давайте кусочек посмотрим. То есть у меня в одно время была кредитная история в 150 тысяч долларов, ничем не подкреплена, все наши родные и мои жены в родном Хмельницком на тот момент, если бы продали все имущество, не погасили бы это. Ну мы распетляли, это типа вот такое мое отношение, да, может мне фартирит, но я дофига еще вкалываю для этого. После этого я отправился в Москву, где записал второе за последние три месяца интервью с Олегом Торбасовым, потому что первое очень вам понравилось, я собственно все интервью построил на базе ваших вопросов, то есть поработал, скажем так, стойкой для микрофона в этот раз, но все равно, мне кажется, получилось интересно. Маленький кусочек покажу вам. Я вот помню, я сидел просто во дворе и в это время упал чувак просто, ну с крыши прыгнул и он прям передо мной вот так вот упал. Я сидел, он еще двигался и ну какие-то звуки издавал. Ну это было очень такое интересное переживание. А где это было? Это в Озерске. И... Он выжил? Нет. Сразу после Олега я отправился в офис БМ, где я записал интервью с Петром Осиповым. Если честно, мне он до этого казался таким немножко закрытым человеком, но может быть не те интервью смотрел, потому что нам как-то с ним удалось найти общий язык и мы записали очень веселое, очень интересное интервью, а некоторые вопросы я совершенно точно Петру еще никто не задавал и вот один из них. Следующая ситуация. Произошел зомби-апокалипсис. Так. С тобой все хорошо, а вот Мишу укусил зомби и он скоро превратится. Он просит тебя его убить. Да. Ты его пристрелишь или закроешь в клетке, чтобы он никому не навредил? Что же ответил Петр? Я вам сейчас прям не скажу, но вы очень скоро сможете увидеть интервью, потому что оно выйдет уже на этой неделе, поэтому включайте колокольчик, чтобы не пропустить. Помимо зомби-апокалипсиса, мы говорили о более серьезных вещах, поэтому будет интересно. Петр очень крутой чувак. После Петра у меня сразу же был по-онски, но об этом вы уже все знаете, а на следующий день я записал интервью с Андреем Парабелломом. Это человек, который вообще привез правильные технологии инфобизнеса в России еще в нулевых. Из США, из Канады он привез. И он был действительно в нулевых одним из лучших, наверное, самым лучшим бизнес-тренером, мотивационным тренером. Потом он немножечко так наплодил себе конкурентов. Собственно, сам они его затмили. Сейчас он снова, мне кажется, восходит на Олимп инфобизнеса. Поэтому обязательно дождитесь интервью. Будет у нас, наверное, уже в сентябре. Вдруг ты оказываешься в ситуации, когда медицинское сопровождение жены и ребенка стоит тысячу долларов в день. Вот все. Там не зарабатывать невозможно. Ну, просто вопрос, как долго они проживут. Тяжелая была ситуация, тяжелая. Особенно тяжело переживалось после. Потому что когда понимаешь, что все, и как бы вообще к этому никто не готовит. Ни в жизни, к жизни к этому не готовят. Ни в школе, ни в мировой. Тренинг, ни в мировой. Перша пекарня. Но так как еды было просто навалом, то мы, как говорится, взяли деньгами. Они нам помогли. И эти деньги мы потратили на другие необходимые вещи. Кстати, мы же занимаемся продажей этой франшизы. Поэтому, друзья, если вы хотите открыть свою пекарню, зарабатывать до 5000 долларов чистыми в месяц, то переходите по ссылочке. Мы уже запустили более 20 франчайзинговых пекарен по всей территории Украины. А если вы из России, то тоже переходите по ссылочке. Там есть для вас предложение. Москвец также встретил своего старого приятеля Славу Сорокину. У него очень интересный бизнес. Он зарабатывает на рекламе на кассовой ленте. То есть, когда вы приходите в супермаркет, оплачиваете на кассе, вам дают чек. На обратной стороне, как правило, размещена реклама. Так вот, как раз эту рекламу скорее всего разместил Слава Сорокину. Точнее, не он сам, а его компания Ticketcom. У него большая сеть, франчайзинговая, кстати. Поэтому давайте узнаем, как он, собственно, смог заработать на Mercedes размещением рекламы на кассовой ленте. Как рекламодатели на это реагируют? Слушай, в век интернета, контекстной рекламы, там, гуглов, фейсбуков, ютюбов, да, где мы сейчас с тобой. Вот эта вот история. Рекламодатели, они не считают это нафталином? Ром, ну, фишка же в чем, что как может салону красоты помочь YouTube? Ну, можно показывать, каких-нибудь красивых девочек? Да, ну, YouTube, мне кажется, это больше глобальная аудитория. Я в целом, я говорю, как сейчас реагируют рекламодатели на ленту кассовую? Да, мне кажется, так же, как и пять лет назад. То есть, ну, реклама, на мой взгляд, это такой продукт, это не продукт первой необходимости, то есть, это не хлеб, да? Да. И рекламу надо продавать. У меня был когда-то, там, в 2003, по-моему, году, опыт, я продавал рекламу в местную газету в Пастахане. Мне просто сказали, вот наш прайс, вот наши газеты, иди. Ну, что хочешь, что и делай, в общем, вот твоя комиссия, да? Я там немножко поработал, наверное, полгода и понял, что это прикольно, когда ты можешь договориться с рекламодателем на то, что он будет размещаться в газете год, один раз ты договоришься, и потом дальше ты, получается, просто каждый месяц приходишь, и он делает оплату за то, что он размещается в этой газете. А у тебя здесь так же? А у нас так же, да, у нас контракты 6 и 12 месяцев с рекламодателями. Ты с кем работаешь из сетей? С перекрестком, с океем, с магнитом. Да, магнит есть. Отлично. Да, с магнитом и с каруселью. То есть, реклама на лентах тебе принесла Mercedes? Ну, да. А может твоим франшизе она принести в итоге такой доход, что не купит себе Mercedes? Ну, это все зависит от того, как он работает. Сколько вообще у тебя самой топовой франшизе твой партнер зарабатывает на франшизе? Ну, где-то в районе 150, наверное. В среднем в месяц? Да. Друзья, решил вам показать нашу студию French TV, где мы записываем практически все интервью. Это будет небольшая экскурсия, потому что сама студия довольно компактна, если я не ошибаюсь. Здесь у нас порядка 12 квадратных метров. Ну, нам хватает. Самое главное, что широкоугольные объективы позволяют пространство сделать больше. Поэтому всем кажется, что студия у нас большая, когда приходят гости или люди, которые раньше смотрели наши эфиры и выпуски, они удивляются, почему так мало места. То есть, на самом деле, здесь комфортно может разместиться порядка 4 человек. У нас в прошлом году был такой интересный опыт. Мы делали биту фастфудов, и здесь набилось 15 человек. Очень много, кондиционер не справлялся, было лето, было жарко. В общем, как-то выдержали. Но, конечно, для такого количества людей не предназначена наша студия. Мы ее сделали такой компактной, но она больше, чем то, что было у нас до этого. Давайте я вам покажу основные зоны. Здесь у нас обычно находятся камеры. Сейчас техники в студии нет, но у меня дома в рюкзаке все валяется. Это наш монитор, на котором мы выводим картинку с камер. Это свет, поэтому так все мерцает. Это знаменитый стеллаж. Здесь призы, которые мы разыгрываем. Вот сегодня будем разыгрывать эту колоночку. Вот эти книжки, набор юного гедониста от Димы Борисова. Вот эту пандочку мы разыграем немножко позже. Она подписана Петром Осиповым. Это наш телевизор. На него выводится картинка вот с этого макбука, которая больше ни на что не годится. Ему уже 9 лет, поэтому все, что он может, это, собственно, показывать обои на экране телевизора. Это наши растения, наши знаменитые кактусы, которые уже, я думаю, всех задолбали в кадре. В специальных таких бетонных горшочках. Очень прикольно, очень стильно, но, конечно, уже немножко приелись. Логотип French TV и лампочки, которые никогда не попадают в кадр. Это лампы Эдисона, которые мы прям специально выбирали, дизайн проекта рисовали, но они настолько высоко находятся, что в кадр никогда не попадают. Но вот это единственный шанс у них засветиться. Вот эти штучки я очень люблю, к ним можно подойти вот так помацать. Это звукопогущающий поролон, чтобы не было эхо, когда ты записываешь звук. Вообще, надо было, конечно, этим поролончиком обить всю стену и даже потолок. Но мы решили не заморачиваться и, в принципе, так нормально. Все равно у нас вот здесь окно. Видите, там улица. И вы очень часто можете слышать сигналы сирен или скорой помощи или гудки каких-то очень спешащих водителей, когда мы записываем наше интервью. Вот это мое рабочее место. То есть, когда-то мы очень сильно угорали по прямым эфирам, делали их каждую неделю. И поэтому вот эта вся техника, она в основном использовалась для прямых эфиров. Это микшер, это тоже звуковое оборудование, камера, вот здесь звук, то есть, это все звук. И, в принципе, мы сейчас это все не используем, но, тем не менее, оно занимает место. А вот этот клочок стола, который остался, это, собственно, мое рабочее место. Здесь обычно стоит мой ноутбук, а это мой стул. Самый простенький, ему уже, наверное, лет 10 точно. Это зеркало. Привет! Ну и кресло, где я люблю вот так вот сделать. Немножко посидеть, подумать о том, какой же выпуск делать следующим. Ну, теперь рубрика не вошедшая. Сегодня посмотрим кусочек интервью с Димой Борисовым, который у нас был в июле. И мы выложили полную версию в виде аудиоподкаста. Ну, понимаю, что далеко не все перешли по ссылке и посмотрели, послушали, точнее, аудиоподкаст. Сегодня я вам решил показать кусочек, где Дима рассказывает о том, какую систему автоматизации он использует в своем бизнесе. Скажу просто, это Facebook. То есть, реально, мы немножко уже погрузились в компанию Димы Борисова и видим, что все сотрудники, и он сам, и его супруга, с которым он вместе работает, используют исключительно Facebook. И этого им хватает. То есть, сейчас вы увидите, как это происходит и, может быть, действительно, это повод задуматься, а стоит ли покупать дорогостоящие CRM-системы. Когда ко мне приходят разработчики различных CRM-систем и говорят, смотрите, можем сделать CRM-систему, в которой вы можете получать уведомления о том, когда у ваших клиентов, например, дни рождения, писаться с ними в личку и все такое. И это стоит 50 тысяч долларов, можем разработать. Я говорю, да, ок, спасибо, открываю и показываю. То есть, вы хотите мне Facebook предложить бесплатный? Зачем? Смотри. Рабочая группа. Под каждый ресторан, да? Под каждый ресторан, где полностью ведется вся операционная, внутренняя. Твоя задача вот эти синие точечки снимать, да? Да, они у меня полностью все, ну, как бы, это уведомление. Ты посмотришь, ответишь, если нужно, сходишь к психиатру, если что. Да, вот шеф, допустим, ставит задачи по сегодняшнему дню, да? Вот я сегодня утречком проснулся до эфира, дал пиздюлину за отзыв, который мне лично написан. Вот так. А пиздюлину кому? К шефу управляющей, в данном случае управляющей. А вот это был по сервису. Да, и это я делаю лично. К сожалению, Ром, это приходится делать все самому, и поэтому это работает. Буквально вот в пятницу было приятное событие. Если помните мое интервью с Димой Борисовым, я там рассказывал о его заведении Белый налыв, где устрицы, хот-доги и сидор стоят по одному евро. Так вот, в пятницу, спустя всего три недели после выхода интервью, был подписан договор на открытие по франшизе Белого налива в Одессе. И откроет его наши зрители, Кирилл. Поэтому, Кирилл, тебя поздравляю с этим замечательным событием. И, друзья, если вы также хотите открыть свое заведение Белый налыв и продавать сидор, хот-доги, устрицы и другие замечательные вещи по одному евро, очередь там просто выстраивается за такими вещами на километры, переходите по ссылочке в описании, плюс вот здесь будет подсказка. Вы, наверное, подумали, уоу, уоу, Рома, сколько реклам в одном выпуске целых пять франшиз, но зато это проекты, в которых я лично уверен, это не какие-то там галимые крипто-аукционы или покерные клубы, это франшизы, которые я знаю, которые проверял. Поэтому мы решили оставить ссылки на все проекты, о которых я сегодня говорил, пекарни, круассаны, рестораны Дима Борисова, тикетком, реклама на кассовой ленте. Ссылочки на них будут в описании в специальном блоке франшизы, поэтому переходите, смотрите, заказывайте дополнительную информацию, общайтесь, задавайте вопросы, кстати, в комментарии, на все ответим. Друзья, ну что, выпуск приближается к концу и нам осталось только разыграть призы, которые мы объявили в конкурсах, в июльских выпусках. Ну что, поехали. У нас сначала мяч, потому что мы его обещали за самое лучшее название для вот этого формата. Мы сами в итоге придумали сториз, нам показалось это очень современно, актуально и интересно. Коротко мы так его внутренне называли, поэтому решили оставить сториз названием. Никто его из вас не предложил, но тем не менее, приз все равно уйдет за следующее название, которое нам понравилось, это Фарш ТВ. Его предложил Александр Сузиков, причем он предложил его именно в английской транскрипции Фарш ТВ, что до степени смешения, как говорится, похоже на Франш ТВ. Александр, спасибо, классная идея, мы бы ее выбрали, если бы в итоге не остановились на сториз. Мяч уходит вам с автографом знаменитого футболиста Анатолия Демьяненко, поэтому пишите свой e-mail под этим выпуском и мы с вами свяжемся и расскажем, как забрать этот мяч. Ну а теперь будем расставаться с этим прекрасным винным набором с автографом Димы Борисова. Он сделал подробный обзор этого набора в самом интервью, можете посмотреть, если пропустили. И он достается Вере Седанных за ее прекрасный романтичный комментарий. Вера, если у вас нет возможности посещать рестораны Димы Борисова или любые другие рестораны, у вас будет возможность сделать как минимум праздник дома с помощью вот этого винного набора. Поздравляю Вера, вас и вашего молодого человека, которого вы упомянули в комментарии. Напишите, пожалуйста, e-mail, чтобы мы рассказали, как вам забрать этот приз. Так, теперь колоночка будет с нами прощаться и уходить своему победителю. И она достается Виталию Тарутину за этот божественный, огромнейший комментарий с подробным описанием каждого канала, который Виталий смотрит. Причем этот комментарий он написал вообще в день своего рождения. Виталий, немножко запоздалый, но все-таки подарок к вашему дню рождения. Спасибо, что смотрите. Спасибо за подробный рассказ о том, что вы смотрите. Ну, а теперь вам осталось написать малюсенький комментарий со своим имелом и мы вам расскажем, как забрать эту колоночку. Поздравляю! Вслед за колонкой нас покидает книжка Джима Коллинза Good to Great, подписанная Андреем Федоровым с его фирменной косточкой, фразой Create whatever и так далее. И эта книжка уходит Анне Осаченко не только за прекрасный комментарий со списком каналов, довольно необычным списком, кстати, но и за то, что она натолкнула нас на мысль посмотреть, проанализировать те каналы, которые смотрят наши зрители и, возможно, записать интервью с владельцами этих каналов, с этими блогерами, авторами и так далее. Спасибо вам, Анна, за эту мысль, на которую вы нас натолкнули. А теперь напишите, пожалуйста, свою email, чтобы мы вам смогли эту книжечку выдать. Ну и последний приз, точнее два приза по итогам конкурса в выпуске с Александром Молчановым. Это его книжка, роман-газетчик с автографом, разумеется, автора. И она достается Алексею Чайковскому. Алексей, спасибо вам большое за подборку сериалов, которые вы нам порекомендовали, за приятный в целом текст этого комментария. Очень круто. Пишите своё email, расскажу вам, как забрать эту книжку. Ну и в этом же выпуске я объявил о том, что хочу подарить кому-то свою бесплатную консультацию в формате «Бизнес-ланча», за который я тоже заплачу, и он достается Валентину Иванову. Валентин, пишите свой email, свяжемся с вами. Если для вас это, конечно, актуально, если у вас есть возможность быть в Киеве, с удовольствием с вами пообеду отвечу на ваши вопросы, если они есть по франчайзингу, по ютюбу, в общем, по любым вопросам. Кстати, может быть в ресторане Дима Борисова. Почему нет? Я в некоторых не был. Столб пусто, значит, у нас готов свежий плацдарм для новых призов, который служит всего лишь маленьким мотиватором для вас писать комментарии под нашими выпусками. Именно благодаря ним наши выпуски можно не только смотреть, но и читать. Это круто, это интересно, поэтому, друзья, пожалуйста, не останавливайтесь писать комментарии. Я каждый читаю и по возможности отвечаю. Ну вот и все. Пора прощаться. В конце недели у нас выйдет интервью с Петром Осиповым с продолжением истории о зомби-апокалипсисе. Но сразу после него наша дорогая редакция отправится на заслуженный отбух. Отбух. Слушайте, ну не бьет с греха, конечно. Да, в отпуск отправляемся на две недели и в конце месяца уже будем доступны для вашего внимания. Поэтому, друзья, вам тоже классно отдохнуть, если планируете. И увидимся с вами уже в свежем, в новом сезоне. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.